здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на среду 17 мая ну как сказать я в студии да никак в студии меня нет есть мой не двигающийся заменитель но мы сразу перейдем любом случае к заголовкам газет которые сегодня обсуждают от больничные листы великобритании и птичий гриб который распространяется на людей газета daily mail на первой странице печатает фотографию майкла дугласа который был награжден почетной золотой пальмовой ветвью для того чтобы отметить его блестящую карьеру в кино но главная статья пишет о том что газета называет кризисом больничных листов великобритании сообщая что только за первые три месяца этого года рекордные пять с половиной миллионов работников были уволены из-за длительных болезней в газете говорится что большинство проблем были вызваны болями в спине и шее из-за того что долгое время люди работали дома газета daily telegraph приводит законопроект о реформе для арендаторов который положит конец уведомлением о выселении в соответствии с 21 разделом без вины внутри газеты майкл гоуф пишет что этот закон затронет меньшинство арендодателей которые плохо относятся к арендаторам но газета также сообщает что критики будут рассматривать этот законопроект как еще одну попытку правительства связать руки арендодателям в любом случае информацию об этом мы рассмотрим дальше в выпуске а сейчас переходим газете daily star которая предостерегает читателей от использования смайликов если они ищут любовь по мнению современных экспертов газеты по любви использование дерзких смайликов из составления смайликов баклажанов и персиков может навсегда отпугнуть потенциальную вторую половинку которую они и ищут обращение риши суна как судам ес с просьбой смягчить законы которые не позволяют правительству великобритании депортировать мигрантов в руанду приводит daily express на своей первой полосе премьер министр как сообщается сказал законодателям в страсбурге что они должны быть справедливыми и прозрачными после того как секретные ночные судебные решения означали то что депортационные рейсы были приостановлены в великобритании около двух с половиной миллионов человек не работают из-за длительной болезни также сообщает газета метро газета financial times приводит опасения что искусственный интеллект может манипулировать президентскими выборами в сша в следующем году но судя по всему кто-нибудь найдет информацию что искусственным интеллектом управляют русские газета ай сообщает что два человека дали положительный результат на птичий гриб в англии который вновь вызывает тревогу газета times сообщает что лидер либо ристов пообещал разрешить строительство большего количества домов в зеленый в зеленой зоне британии принц гарри подвергся критике за попытку использовать вооруженных полицейских в качестве частных телохранителей для vip person пишет газета sun газета daily telegraph сообщает о предупреждении из оксфорда о том что свобода слова находится под угрозой поскольку этот университет охватил транс скандал а газета daily mirror приводит заявление бывшего министра тори n виде комб которая говорит что никто не имеет права на дешевую еду ну как вы помните не успели британцы успокоиться после призыва их министра к бедным людям переходить на репку то есть есть репку если не хватает денег как бывшая высокопоставленная консерватор n выдеком заявила о том что никто не имеет право на дешевую еду а тем кто жалуется на резко подорожавшие продукты посоветовала есть сэндвичи без сыра министры собираются лишить просителей убежища основных жилищных гарантий в попытке переселить тысячи людей из гостиниц в арендуемое жилье газета guardian сообщает что эти предложения вызывают большую тревогу ну что ж вот такие заголовки сегодня в газетах а мы переходим к основному выпуску не переключайтесь и так почти 11 миллионов взрослых в великобритании изо всех сил пытаются оплатить свои счета и долги по данным управления финансового назвору надзора fc и число людей которые столкнулись с финансовыми трудностями выросло на три миллиона человек вперед с января по май 11 процентов взрослых уже пропустили платеж по счетам или по кредитам хотя бы один раз за последние шесть месяцев всей призывают людей обращаться за помощью поскольку бюджеты домохозяйств сокращаются из-за роста стоимости жизни цены на энергоносители продукты питания и топлива выросли за последние 18 месяцев оказав давление на личные финансы семей уровень инфляции в настоящее время составляет более десяти процентов то есть товары в среднем больше чем на 10 процентов стали дороже чем год назад некоторые люди сократили или вовсе отменили свои страховые полисы для того чтобы ослабить давление на свои семейные бюджеты и все напоминает кредитором о важности поддержки клиентов испытывающих финансовые трудности и обеспечивает компенсацию в размере 29 миллионов фунтов стерлингов для более чем восьмидесяти тысяч своих клиентов торговая ассоциация банковского дела и финансов великобритании юкий файнанс призвала людей поговорить со своим кредитором если они беспокоятся о своих финансах и не доводить дело до коллекторов ли страсс бывший премьер-министр в великобритании во время визита в тайвань призвала канцлера риши сунака объявить китай угрозой для безопасности великобритании и заявила что он должен выполнить обещание по захвату китайского торгового рынка также она призвала запад не оставаться на партнерстве с китаем предупредив что тоталитарные режимы не говорят правду посольство китая назвала визит госпожи трасс опасным политическим трюкам кроме того госпожа трасс призвала создать экономический нато блок и поддержать присоединение тайваня к торговому соглашению комплексно-прогрессивного партнерства по тихоокеанскому бассейну 33 из 40 новых обещанных больниц в англии до сих пор не начали свое строительство и только две из них завершены и открыты шесть больниц должны были быть завершены в 2025 году но ни одна из них не получила полного одобрения на планирование или финансирование у правительства есть цель выполнить эти обещания к 2030 году с первоначальным бюджетом более чем в три с половиной миллиарда фунтов расходы на обслуживание отставания в нхс в англии выросли более чем вдвое с четырех с половиной миллиардов фунтов в 2011 и 12 годах до десяти с половиной миллиардов фунтов в 2021 22 годах инфляция сделала проект более дорогим и эксперты в области здравоохранения сах сомневаются что правительство достигнет своей цели к 2030 году правительство взяло на себя обязательство построить все 40 новых больниц к 2030 году в рамках программы строительства больниц силой своего воображения представьте себе какой замечательный жил массив будет здесь создан только в нем одном будет установлен 740 газов плит то есть ровно 740 больше чем было во всем нашем городе до 1913 года ну а теперь возвращаемся к арендодателям арендодателям в англии будет запрещено выселять арендаторов без объяснения причин в рамках плановой перестройки частного сектора аренды правительство намерено принять закон который отменит весь выселение без вины и отменит запрет на получение арендаторами пособий это также сделало бы незаконным отказ арендодателя в аренде семьям с детьми или тем кто получает пособие арендатором будет предоставлено законное право запроситься и содержать домашнее животное в своем доме в котором арендодатель не может необоснованно отказать законопроект также облегчит арендателям изъятие арендодателям изъятия имущества у антисоциальных арендаторов участники компании по жилищному строительству заявили что законопроект представляет собой огромную возможность улучшить жизнь для 11 миллионов арендаторов в англии сроки вступления этого законопроекта в силу не ясны но правительство хочет принять его до следующих всеобщих выборов некоторые арендодатели выразили обеспокоенность по поводу запланированных реформ а национальная ассоциация арендодателей жилья заявила что арендодателям нужна уверенность в том что они смогут быстро вернуть свою собственность если из нее не хотят съезжать и решила лиса обмануть зайца попросилась к нему переночевать до его самого из избушки и выгнала правительство великобритании продлила потолок стоимости проезда в автобусе в размере 2 фунтов стерлингов до конца октября этого года но затем повысит его до 2 50 фунтов в течение 12 месяцев последующих с ноября этого года это ограничение направлено на ослабление давления стоимости жизни на пассажиров и поощрение использования автобусов но в настоящее время наблюдается от 85 до 90 процентов от до пандемического уровня пассажиров в автобусах ожидается что продление предельной платы в 2 фунта за проезд в автобусах обойдется казне в 200 миллионов фунтов в дополнение еще к двум миллиардам фунтов финансирования для восстановления после пандемии именно такое такая сумма была предоставлена отрасли от правительства министр транспорта марк харпер и премьер-министр риши сунок отметили важность автобусных поездок как популярного общественного транспорта и необходимость доступных цен было заявлено что 15 процентов услуг могут быть отменены без дополнительного финансирования и правительство призвало продвигать ограничения для привлечения новых пассажиров соглашение между албанией и великобритании которое было подписано в декабре прошлого года для борьбы с незаконной миграцией привело к увеличению числа высылок из великобритании в албанию и многие депортированные при этом были осуждены за преступления в великобритании некоторым из заключенных предложили по полторы тысячи фунтов за то чтобы они согласились на депортацию но в любом случае некоторые из них планируют вернуться албанский министр внутренних дел бледар чучи призвал к созданию законных каналов для граждан албании желающих работать в великобритании ну да как мы знаем тут не хватает фермеров и тех кто тех кто собирает различные фрукты и овощи но в любом случае с иммигрантами странная ситуация потому что в тот же самый момент газеты печатают карикатуру на суэлу бреверман который снится сон что после того как она вышлет всех мигрантов в руанду она отправится к себе домой на даунинг-стрит 10 ведь как мы знаем она метит в премьер-министры английские аристократки и аристократы могут оказаться пораженными в правах по сравнению с трансгендерами об этом сообщает наследственный титул пэров свой титул пэры передают своим детям только по мужской линии как оказалось так вот женщины аристократические активисты критикуют одного барона который пытается стать первым трансгендерным пэром в великобритании в палате лордов матильда саймон третий барон вытеншоу родилась биологическим мужчиной но идентифицирует себя как женщиной теперь баллотируется на дополнительных выборах для того чтобы заменить виконта либерального либерал-демократов получается что вот этот вот матильда пытается проникнуть в исключительно мужскую традиционную кампанию палаты лордов британского парламента где с 14 века заседали исключительно знатные мужчины участники кампании утверждают что дочери пэров не имеют тех же прав наследования что и их братья и это правило исключает их возможность баллотироваться в палату лордов то есть там никогда не было женщин так вот шарлотта кэрью пол активистка за права дочерей поставила под сомнение притязнание леди саймон на титул заявив что если уж она женщина то она должна получить свой титул пэра у своей старшей сестры с палатой лордов связались для комментариев ну а также с леди саймон с которой до сих пор связаться не удалось никаких комментариев не было получено забавно что эта фотография с бутылочкой вина вот этой вот этой пэркой или пэрой не знаю как назвать это одна из немногих фотографиях которые есть в интернете а мы возвращаемся обратно к британским фермерам британские фермеры предупреждают что нехватка яиц может продолжаться еще целый год из-за растущих счетов за электроэнергию а также трудностей с доступом к корму для птиц некоторые фермеры покинули отрасль из-за возросших зарплат затрат что привело к нехватке яиц супермаркетах ну как вы все наверно на себе ощутили покупатели могут начать видеть больше белых яиц вместо коричневых потому что некоторые фермы заменили свои куриные фермы белыми курами которые как оказалось более продуктивны чем коричневые куры несушки правительственные чиновники пообещали пересмотреть цепочки поставок плодовощеводства и яиц для того чтобы фермеры получали справедливую оплату за свою продукцию производство яиц в англии уэльсе сократилась почти на четверть за первые три месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года импорт яиц увеличился на 11 процентов некоторые эксперты призывают к усилению политики направленной на то для того чтобы побудить потребителей покупать местные товары снижая зависимость отрасли от глобальных факторов да я надеюсь что яйца на прилавках скоро появится в достаточном количестве для этого мне понадобятся мои любимые помидорки мой любимый перчик и мои любимые яйца а где яйца инвалид где мои яйца где мои яйца грэкс такая компания весьма популярная среди британцев компания быстрых закусок и пирожков достиг соглашения с городским советом вестминстера о продаже некоторых хлебобулочных изделий и горячих напитков до двух часов ночи в своем флагманском магазине на лейстер сквер после того как совет городской совет первоначально заблокировал эти планы по продаже горячей еды и напитков 24 часа в сутки из-за опасений антиобщественного поведения так что если вы часто гуляете по лондону ночью то у вас будет шанс перекусить до двух ночи вестминстерский городской совет который выдает лицензии помещением в развлекательном районе лондона ранее отказал в разрешении на торговлю в этом филиале они просили разрешение с 23 часов до 5 утра в соответствии с новым соглашением компания грэкс может продавать еду которая будет выпекаться в другом месте и будет на месте только разогреваться но многие предметы из дневного меню горячих блюд такие как куриные наггетсы картошка фри не будут доступны настоящее время это это забегаловка работает с 6 утра до 23 вечера так что если вы где-то там находитесь в центре города у вас будет шанс до двух ночи перекусить британцы готовятся к трехнедельному потеплению поскольку метеорологическое бюро прогнозирует что температура будет расти во второй половине месяца начиная с пятницы 19 мая но об этом нам скорее всего подробно может рассказать и игорь павлов давайте послушаем его добро пожаловать ежедневный прогноз погоды для англии сегодня у нас весьма разнообразная погода утром солнце решило заглянуть в лондон и на все южное побережье будто намекая что лето скоро придет однако остальная часть великобритании будет покрыта пеленой белых облаков не волнуйтесь это всего лишь они хотят сказать привет и пожелать вам приятного дня после обеда погода не изменится сильно как стабильность английского этикета в лондоне и на южном побережье продолжится солнечное настроение будто бы намекая радуйтесь и пусть у вас всегда будет солнечная улыбка даже если за спиной облачно однако в ньюкасле появится пасмурные облака как будто бы обозначая свое намерение затянуть все небо но не беспокойтесь это всего лишь попытка показать что иногда и пасмурные дни имеют свою прелесть погода в среднем 16 17 градусов так что несмотря на легкую переменчивость погоды в целом она останется неизменной как английский этикет пожалуйста не забудьте улыбнуться перед тем как выйти из дома у вас есть все шансы стать погодным репортером с настоящей английской улыбкой ну что ж а на этом я с вами тоже прощаюсь желаю вам прекрасного дня и встретимся с вами в следующем выпуске в студии не было олега хило ах был его вот такой недвижущийся заместитель всего вам доброго